Всем привет! Это Макс Усанов. Сегодня у нас второй урок Триккинга на Сленеджи и мы узнаем с чего же начать свой путь к Триккингу. Сегодня мы с вами разберем несколько упражнений на координацию, узнаем как сделать тренировки максимально безопасными и освоим стойку на руках. Правильная, технически исполненная стойка на руках похожа на стойку на ногах, только выполнена наоборот. Стойка на руках является базовым акробатическим навыком, который необходим при освоении таких дисциплин, как акробатика Триккинг Прирам. Для того, чтобы минимизировать риск травм, я расскажу вам основные принципы безопасности. Скорее всего, первые ваши падения будут на задницу, поэтому вам надо уметь отлично отвергать. Наиболее опасной, по мнению бабушек, у подъезда является свернуть шею, поэтому вы должны ее в первую очередь хорошо разогреть. Следующий после шеи необходимо разогреть плечевой сустав, так как в стойке на руках и в переходных акробатических элементах большая нагрузка ложится именно на плечах. Нам также необходимо разогреть локти и запястья. Запястья являются наиболее подверженными травмам участками рук, поэтому уделите им особое внимание. В Триккинге огромная нагрузка приходится на дозабедренный сустав, колени и голеностоп. Для того, чтобы вы минимизировали повреждения в этих участках, вам тоже необходимо их хорошенько разогреть. Разогретые суставы и связки позволят вам гораздо более безопасно осваивать различные элементы. Но вы должны помнить, что ваша безопасность в первую очередь зависит от вашего рационального подхода к тренировкам. Если вы будете двигаться от простого к сложному, это будет максимально безопасно. Если вы начнете сломя голову осваивать двойное сальто назад, конечно, вы, скорее всего, повредитесь. Ну что ж, друзья, теперь, когда мы с вами разогрелись, мы приступаем к освоению стойки на руках. И делать это мы будем через ряд подготовительных упражнений. Первый из которых будет стойка на голове. Прежде чем выйти в стойку на голове, нам нужно понять, как работать со своей массой, как работать с центром тяжести. Для этого мы зрительно нарисуем на полу треугольник. В верхней вершине мы поставим голову на корону. В основании треугольника мы расположим руки. Тем самым мы создаем плечо именно для того, чтобы мы могли переместить наш центр тяжести, который находится приблизительно в уровне таза. Как только ваш центр тяжести будет располагаться в середине треугольника, вы очень легко сможете выйти в стойку на голове. Прежде чем отрывать ноги от земли, вам необходимо высоко поднять таз. Делать это можно двумя способами. Либо вы максимально близко подходите ногами, которые сведены вместе. Либо вы подходите максимально близко ногами, разведенными в рост. Но главное в итоге, это чтобы ваш таз находился между головой и руками. Следующее упражнение при освоении стойки на руках будет стойка на руках возле стены. Самым сложным моментом для новичков при выходе в стойку на стену является именно достаточно сильно домахнуть ногой, для того, чтобы вы именно в эту стойку вошли. Вам надо не бояться и делать правильный мах. Также это упражнение может показать, какая у вас нога толчковая, а какая маховая. Мне удобнее заходить в стойку на руках с правой ноги. Собственно, эта нога у меня и является толчковой. Во время захода ваше тело вместе с руками должно опускаться вниз. При этом маховая нога у вас должна подниматься вверх, образуя некий маятник относительно вашей опорной ноги. То есть движение примерно как по челюстям. Многие люди уделяют этому упражнению очень много времени. Тем не менее, оно имеет ряд недостатков и может позволить вам наработать некоторые ошибки. Для этого мы рассмотрим еще одну стойку на руках возле стены. Главная ошибка, которую люди допускают при освоении стойки на руках, это сильный прогиб в пояснице. Когда вы стоите спиной к стене, вы можете допустить себе такую ошибку. Когда вы стоите животом к стене, делав прогиб, вы скорее всего упадете. Поэтому, отрабатывая стойку на руках животом к стене, вы будете нарабатывать хорошую правильную осанку, которая необходима в этом упражнении. Следующее упражнение нацелено на то, чтобы укрепить ваши руки и чтобы вы более уверенно чувствовали себя в стойке на руках без стены. Это отжимания в стойке на руках к стене. Это упражнение может показаться вам очень сложным. На самом деле, научиться этому может абсолютно любой. И самое главное, это начать с коротенькой амплитуды. То есть, той амплитуды, в которой вы можете делать 5-10 повторений. Если у вас не получается сделать, уменьшайте ее и делайте совсем-совсем коротенькие движения. Смысл именно в том, чтобы научиться балансировать не только за счет того, что вы правильно выстроили свое тело, но еще, чтобы при этом участвовали ваши мышцы. Итак, мы переходим непосредственно к стойке на руках. И прежде чем осваивать ее, мы научимся делать классический кувырок. Сделано это для того, чтобы вы не боялись завалиться вперед. При исполнении кувырка у вас есть 3 поинта, которые определяют его хорошее качество. Первое. Вы должны обязательно пронести голову, не касаясь пола. Второе. Вы должны взять плотную группировку, при этом прижав колени к плечам и ни в коем случае не беря их узко. Первое. Это может привести к тому, что вы ударитесь об лицо или сломаете себе нос. Третье. После того, как вы закончили кувырок, вы должны с легкостью встать на ноги. Если вы чувствуете себя неуверенно, первые попытки осуществляйте на страховочных матах. Прежде чем перейти к стойке на руках с прямыми ногами, мы с вами попробуем несколько раз поделать стойку на руках в группировке. Для этого подниматься в стойку на руках мы будем не за счет маха, а за счет небольшого толчка двумя ногами. После того, как вас начнет немного сваливать вперед, вы аккуратненько сгибаете руки и входите в кувырок. Важным моментом является именно сгиб рук. Он должен происходить максимально контролируемо и с минимальной скоростью. Тогда ваш кувырок будет мягкий и безболезненный. После того, как вы наконец освоили все эти упражнения, мы переходим непосредственно к стойке на руках с прямыми ногами. Технически правильная стойка на руках представляет из себя ровную линию. Вы должны быть ровным, как палка во всех своих суставах. В первую очередь это плечевой сустав, поясничный отдел, тазобедренный сустав и колени. Для того, чтобы поддерживать все это в ровном состоянии, вам нужно иметь достаточное напряжение в прессе. Это не даст вашей пояснице сгибаться. И иметь достаточную подвижность в плече. Главная проблема, с которой люди сталкиваются при освоении стойки на руках, это страх упасть вперед. Однако, следующее упражнение, которое мы с вами осваиваем, будет иметь прямую цель сместить центр тяжести вперед. Но падение будет контролируемым, то есть, вместо того, чтобы грохотом падать на пол, мы мягенько будем уходить в ковырочек. Для того, чтобы мы могли уйти в ковырок, нам необходимо сместить центр тяжести немножечко вперед от рук. После этого сгибаем ноги, после этого начинаем сгибать руки. Есть еще несколько способов, как вы можете обезопасить свое падение вперед. Первое, это выход в мостик, и второе, это разворот на 180 градусов и выход на ноги. После того, как вы стабильно стали делать стойку на руках ковырок, у вас не должно быть каких-либо проблем перед тем, чтобы сделать просто обычную стойку на руках. Первое, это недостаточно сильный мах. Как следствие, ваш центр тяжести не окажется над руками, и вы просто не сможете на них стоять. Второе, это задратый наверх затылок и большой прогиб в пояснице. От такой стойки на руках не будет никакого практического смысла для дальнейшего освоения акробатики и гимнастики. Еще одна ошибка, это постановка рук. Если ваши руки будут слишком широко или слишком узко, вам будет, во-первых, очень тяжело стоять на руках, во-вторых, тяжело поймать баланс. Ваши руки должны находиться чуть-чуть шире плеч. Ну и самая главная ошибка, это свал в плече. Вы можете делать все, что угодно, но если ваше плечо будет стоять ровно, это будет уже хорошим показателем. И с точки зрения практической надобности, ваша стойка на руках будет иметь высокую функциональную пользу. Стойка на руках с широко раздвинутыми ногами позволит вам избежать ряда ошибок. Во-первых, в этом положении у вас будет напряжен пресс, что заставит убрать прогиб поясницы. С другой стороны, у вас будет ниже центр тяжести, что позволит гораздо легче держать баланс. Также, направляя ноги вправо или влево, вы сможете балансировать на руках. Сегодня мы с вами узнали, как сделать тренировки по трикингу максимально безопасными и освоили стойку на руках. А следующим уроком мы будем осваивать базовые удары ногами. С вами был Макс, это школа трикинга на Слендже. Всем пока!